Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и мы продолжаем читать этим летом бесконечное лето, вернее, модификацию под названием 7 дней лета. Да, нам дают всего 7 дней, но мы здесь пробудем гораздо дольше. Вот именно так. И пока что из 7 дней у нас второй, мы только что приняли, как там, утренимацион, и нам надо отправляться на зарядку, чего опять же не было в оригинале. Забросив банные принадлежности в домик, я вопросительно посмотрел на вожатую. Она уже переоделась в некое подобие спортивной формы. Да? Если это спортивная форма, то я в форме балерины, скажем, хотя-то. Сравнение уже устарело несколько. А вот мне, похоже, так и придется, как придурку, весь день ходить в рубашке с золотыми пуговицами. Готов к зарядке? Весело спросила она. Эээээ... Нет. Нормальный ответ, да? Вот я обожаю такие вопросы. Их спрашивают, и никто не ожидает, что ты ответишь нет. Тогда какой смысл спрашивать, как будто наше мнение кому-то действительно важно. Побежали. Она бросилась в сторону площади, и мне ничего не оставалось, как двигаться вслед за ней. Но ничего, ты у нас дрычь, за эту недельку, может быть, немножечко окрепнешь. Правда? Вес тебе сбрасывать точно уже некуда. На площади уже было многолюдно. Мой отряд собрался здесь практически в полном составе. Были видны какие-то совершенно незнакомые ребята. Хотя тип построения я узнал сразу. Линейка. Видимо, да? Или... Как? А, нет. Ну, в принципе, линейка тоже подойдет. Толпа против лидера. Обычный порядок выполнения массовой зарядки. И кто будет руководить? Не Ольга же? А почему, собственно, и нет? Но, скажу вам по секрету, не она. Вот у нас кто, друзья. Прекрасно смотрящаяся в этой формочке. Добрая и отзывчивая девушка. С прекрасным именем Славяна. Ответ пробежал мимо меня, сверкая обнаженными загорелыми икрами. Она прошла толпу насквозь и встала перед нами. Ноги на ширине плеч, ладони по швам. Активисточка. Кто ж еще? Она секунду изучала собравшихся. Кивнула мне, встретившись взглядом, и воздела правую руку в пионерском салюте. Физкульт, привет! Толпа пробормотала что-то нестроенное в ответ и подровнялась. Зарядка началась. Та самая зарядка, которой я занимался почти 20 лет назад. Практически без изменений. Я разрешил телу самому вспоминать все махи с поворотами, а сам между делом искал знакомые лица. Славя делала зарядку с упоением, наслаждаясь самим движением, радуя солнцу и новому дню. И Лена. Новый спрайт. Вот почему тогда не могли вожатой что-нибудь пририсовать такого интересного? А то написали, что она в спортивной форме, а сама она в пионерской. Лена размахивала руками сдержанно и вообще держалась поодаль. Ожидаемое поведение. Ульянка, напротив, делала упражнение с такой силой и скоростью, что казалось, скоро взлетит от вращательных движений. А ульянки так ощущение, что другой одежды больше не существует, да? Кроме этой футболки из СССР. Увидев, что я на нее смотрю, она на секунду остановилась и показала язык. Мы так ее и не догнали, к сожалению. Или к счастью, потому что все-таки я не хотел. Мечом ее убивать. Ну, а у Алиски прикид. Самая прекрасная спортивная форма, да? Нормально. И молния, самое главное, на видном месте. Алиса откровенно не выспалась. На каждый мах руками она отвечала одним стабильным зевком. Вот знаете, везде, в каждом персонаже, даже вот в таком вот маленьком событии, как зарядка, отражается весь характер каждого персонажа, да? Подчеркивается как-то, дополняется. Тут более полно, они как-то раскрываются уже вот в первые два дня персонажа, это хорошо. Не иначе, всю ночь пила кефир. Ничего необычного на самом деле. Думал я, размахивая конечностями, наклоняясь в разные стороны и крутя тазом. Все упражнения знакомы, делать несложно. И почему люди так не любят зарядку? Меня можно было понять. Во мне говорила эйфория. Ну, на самом деле я испытывал точно такие же мысли, когда я на волне какого-то вдохновения, после большого перерыва тоже начинал там по утрам заниматься. Но, когда проходит неделя, весь энтузиазм куда-то как рукой снимает. Он очень быстро надоедает вот этот вот утренний, утренняя зарядка, в общем-то. Поэтому, конечно, не все зависит от мотивации и энтузиазма. Иногда надо как-то даже через силу что-ли себя заставлять. Хотя, конечно, не люблю я через силу что-то делать. Мотивация все-таки должна какая-то быть. Я честно ожидал, что моя дистанья сейчас разыграется, отморозит пальцы, закружит голову и затмит глаза, затемнит. Однако организм оказался молодой и крепкий. Можно было сказать, что он выполнял упражнения с удовольствием. Хотя не уверен, что это то самое удовольствие, которое мне захочется повторить. После приседаний желающие убежали на пробежку, а ко мне подошла Ольга Дмитриевна. Ой, приседания, честно говоря, я вообще ненавижу. Просто мне неприятно их делать очень сильно. Вот что-то такое личное, наверное. Ну и как тебе начало нового дня? Видали и получше. Нормально. Да ладно, не ворчи. Тебе здесь понравится. Просто дай нам шанс и не обращай внимания на всяких хулиганов. Вот почему эта, Ольга Дмитриевна, в этой интерпретации мне нравится гораздо больше. Такая отзывчивая, добренькая прям, смотри. Понимающая, подбодрить старается. Заботится. Где ты была в оригинальном сценарии, когда я так тебя возненавидел? Ну, временами, конечно, не всегда. Можно подумать, кого-то интересует мое мнение. Есть такое. Ну, а у нас линейка на носу. Вот это уже настоящая линейка. Будь готов, говорят нам пионеры. Кто-то взял меня под локоток. Славя. И каким-то немыслимым образом уже переодевшаяся. Нормально. От Слави чего угодно можно ожидать. Она на все способна. Славя знает, Славя может. Пошли. Куда? Что значит, куда? Строиться пора. Сейчас же линейка, и нам надо занять наше место. Слушайте, а нету ли линейку Семен пропустил в оригинале, когда как раз тут и рассказывали, что уже скоро уезжать надо отсюда? А чем тебе не нравится это место? Тем, что оно не наше, конечно. Она отвела меня на несколько метров правее, а почти к самой трибуне, и вытянулась во фрунт. По неволе я последовал ее примеру, став шеренгу рядом с ней. Попытавшись на секунду представить себя настоящим пионером, я потерпел сокрушительное поражение. Сознание буксовало, и отказывалось видеть меня в постоянном галстуке и рубашечке. Да я даже в офисе из-за этого работал, дай бог, если год жизни. Не мог заставить себя снять свитер. Волей-неволей мысли перекочевались... А, переключились, господи, что в последнее время тяжело читать стало. На куда более приятные материи. Я покосился на замерзшую рядом с Славью. Эта девочка, она уже успела переодеться, однако я помню, как на ней сидела ее черная форма с белым кантом. Да и обычная форма, если уж на то пошло. Думаю, обрети ее в тулуп, и картинка все равно будет самая интересная. Я немного замечтался, представляя Славью, облаченную в длинную приталенную шубку с капюшоном. Да, кстати, была возможность ее увидеть, именно и в таком облачении. И тут меня аккуратно ткнули в бок. Не спи, наш выход. Да, да, смотрите, наверное, я все-таки оставил фоны, фоновые рисунки. Ну, нет, погоди, это не фоновый рисунок, это просто рисунок. Орики. Потому что вот такие рисунки, они гораздо лучше. Посмотрите, насколько здесь жизненные лица. Электроник, Ульянка, Лена, как всегда, такая немножко смущенная. Вот эти рисунки мне нравятся гораздо больше, чем в оригинале, но спрайты... Уж нет, увольте, никогда их не верну. Что? Какой еще выход? Пошли. Я буквально чувствовал, как на мне сфокусировались взгляды всех окружающих. От этого в горле пересохло, а ноги стали деревянными. Толпа сама по себе штука довольно скверная, а вот оказаться в фокусе ее внимание... К счастью, Славю такие вещи не заботили совершенно. Она отвела меня под трибуну и оставила там, а сама вышла в центр площади, где на флагштоке уже висел спущенный флаг. Я хочу представить вам нового члена нашей дружной семьи. Голос Ольги Дмитриевны, профессионально поставленной, разносился по площади безо всякой техники, перекрывая все шумы. Семен! Кажется, я покраснел. Или побледнел. Не знаю точно, но что-то с моим лицом однозначно произошло, так как Славя кинула встревоженный взгляд через плечо. Семен только вчера прибыл в лагерь. Ему, как самому последнему гостю, больше всего внимания. Поэтому сегодня он поднимает флаг вместе со Славей. Я стоял не в силах не шевельнуться, не даже вздохнуть как следует. Меня в буквальном смысле слово парализовало. Да, есть люди, которые под всеобщим вниманием, да, не могут себя уверенно чувствовать, даже если они, в принципе, достаточно уверенные в себе люди. И их мозги всегда работают четко и слаженно. Но когда на них обращен взгляд, сразу как-то это сковывает. Да, ну и Семен, разумеется, не ожидал, что ему, как новичку, придется подниматься утром в лаг. Ну что же ты, иди. Я продолжал стоять, совершенно отморозившись. Он не хочет. Донесся крик из толпы. Мальчишеский голос, вряд ли кто-то из моих знакомых. Давайте я вместо него. Никаких замещений не будет. Просто Семену нужно чуть больше времени. Это да, насчет времени. А лучше провалиться отсюда так, чтобы никто-никто не нашел. Господи, они же все смотрят. Они что, не понимают, что я так с места не сдвинусь? Отвернитесь. Нормально. Слушайте, это, наверное, придется мне все перечитывать с самого нуля, если я выберу другой характер. Как думаете? Напишите в комментариях, будет ли вам интересно смотреть те же самые сцены. Не, ну погоди, это же часть новеллы. Получается, надо. Я думаю, это будет интересно. Просто, независимо от вашего выбора, я сам понимаю, что надо показать все, так же, как я все показал в оригинале. Не знаю. К счастью, способность дышать ко мне уже вернулась, а вслед за ней способность двигаться. Я сделал два шага к флагштопу. Давай, ты до половины поднимай, а потом я. Славя ободряюще улыбнулась мне. Я почувствовал острый приступ благодарности и какой-то нежности к этой девочке. Чувак, это называется стокгольмский синдром. И в обычной жизни ты сбежал бы от нее через полчаса знакомства. Типа, когда в стрессовой ситуации ты притупляются эмоции, страх и так далее. И все-таки не хотелось вести себя по-свински с человеком, который поддерживает тебя просто потому. Да потому что может это сделать. Да, такая славя. Поэтому я заткнул своего внутреннего скептика и взялся за стальной трос. Хорошо. Промазанные солидолом колеса запели, прокручиваясь. И трос пошел вверх, вознося алое полотнище, все выше и выше, вынуждая поднимать голову вслед за ним, пока в поле зрения не остались лишь небо да флаг. Я отошел в сторону, мы добрались до середины мачты, и подъем продолжился. Это волшебство флага, когда он поднимается, за ним смотрят все, даже те, кто его недолюбливает или откровенно не уважает. Слушайте, а вы знаете, традиция это очень мило, и это очень здорово. Когда действительно все сплочаются вокруг какого-то действия, которое даже может быть кому-то и не близко. Это действительно действует объединяюще, да, это как душа этого места. Этого маленького ограниченного мерка. Очень круто. Романтику какую-то даже в этом вижу, честно говоря. Я видел, как задирается нос Двачевской, как Ульянка поднимает подбородок. Даже отряд, откуда был последний выкрик, все единодушно провожали взглядом поднимающиеся знамя. Смотрите, даже гордость испытывают. Это всего лишь новелла, но мне что-то так приятно. Самому. И вот, наконец, верхняя точка. И будто ожидая этого, жестяной рупор заиграл сигнал Горна, священный для любого голодного пионера. Пионеры одновременно сделали напра-а-а-а, и, дожидавшись отмашки Ольги, организованным строем поотрядно двинулись питаться. Я было направился вслед за ними. А вас, Семен, я попрошу остаться. Без сюрпризов нельзя, конечно. Я обернулся, ко мне уже подходила Славя. Вот. Она протянула какую-то разлинованную бумажку. О, обходной лист, точно. Что это? Маршрутный лист. Пора не только представиться лагерю, но и посмотреть его, так сказать, наяву. Да я вчера и так. Я помню. Напомнить ей про пляж, спросить, с кем идти. Прикольно, правда? Совсем все новое. На самом деле, я не помню, как я в старом сценарии отвечал. Но все-таки я бы выбрал спросить, с кем идти. А мне одному идти? Или можно выбрать себе провожатого? Если сумеешь уговорить, можешь взять кого-нибудь. Я просто хочу сейчас повторять все эти варианты ответа, которые до этого принимал, потому что будет кое-что интересное уже в этой серии. Улыбнулась вожатая. И даже Славю? Разве что после обеда. Мы готовимся к вечернему мероприятию. Это карты. Это у нас карты. Я чуть не спросил, о каком мероприятии речь, но вовремя прикусил язык. Если Ольга узнает, что я ее не слушал на линейке... И не забудь заглянуть в библиотеку. Посмотришь, как рисует наша художница. Это еще зачем? Пионер должен развивать чувство прекрасного. Я пожал плечами и направился в сторону столовой. Вот такие вот дела. То есть нас действительно ждет еще много интересного. Того, что не было в оригинале, при этом, опять же, сцена с обходным листом у нас уже была. А теперь все будет совсем по-другому, разнообразно. Вот, например, кто-то там рисует что-то в библиотеке. Завтрак ничем не отличался от ужина. Разве что пионеры гудели ощутимо тише и сидели заметно кучнее. Поэтому поиск свободного места не создал проблем. Ну? Мне на самом деле в комментарии угрожают. Говорят, Таурус, не вздумай получить рут первый с кем-то другим, кроме Алисы. Просто армия Алисофагов негодует. Но я-то решил вначале сблизиться со Славей, как это у нас было и в оригинальной истории. Поэтому, Лена Фаги, просыпайтесь, пожалуйста. Почему вас нету? Вы должны меня поддержать. Тауруса атакуют. Лена Фаги, ну где же вы? Я вас жду. Сесть с Леной. После вчерашней беседы я полагал, что не стал Лене уж совсем противен. Во всяком случае, мне хотелось бы на это надеяться. Я занял столик и стал ловить момент. Набрав себе птичью порцию, она отошла от раздачи и стояла, выбирая, куда бы присесть. Лен. Я замахал рукой. Садись. Она кивнула и, пробравшись ко мне, усилась рядом. Добрая. И доброго, и приятного. Как спалось? Ээээ, отлично. Ее щеки вспыхнули. Я постарался не думать, что тому могло послужить причиной. Ну, Семен здесь активнее, это уже хорошо. Ну, олене даже такое мероприятие, как завтрак, с Семеном за одним столом доставляет дискомфорт. Но при этом, такой себе дискомфорт. Это не значит, что она там, она ему наверняка тоже уже симпатизирует, просто стесняется. Это, конечно, дискомфорт, но может быть такой немножечко даже приятный. А мне вот не очень. Я не стал набирать много, ограничился парой бутербродов и чашкой с мерзким кофе. Болтать мне такой завтрак не мешал. Собственно, я не столько ел, сколько глазел. Было в Лене что-то такое, заставляющее, если не восторгаться, то хотя бы... Да я даже не знаю. Улыбаться ей, наверное. Этот забитый взгляд, эта скромность, перерастающая в ледяное отчуждение. Я видел, как она смотрит на людей таким взглядом. В нем нет ничего. Одна зеленая пустота. Знакомый взгляд. Знакомое дискретное поведение, когда с близкими мы веселы и игривы, а на улице изображаем собой морду щитка высокого напряжения. Интересное сравнение. Не, ну да, да, да. Отчасти я такой же, поэтому... Ну, да-да-да, именно с мордой щитка высокого напряжения. Ты так смотришь? Засмущали совсем. Она испытующе заглянула мне в глаза, однако тут же целилась румянцем. Ее взгляд смущенно запрыгал по стенкам, столу, тарелкам, чего угодно, лишь бы не возвращаться ко мне. Это так знакомо, знаете? Прям как по сериалу, там, обмани меня. Да, это же не обязательно сериал, да, когда человек нервничает, он пытается отвести взгляд, смотрит куда-то. Так смешно и одновременно. Мило. Наверное, мило. Как? Она пошевелила пальцами, подбирая определения. Завтрак в целое испытание для Лины вылился. Странно. Ну, у меня мало знакомых здесь. Вернее, почти нет. Только имена. А впрочем, я пока не готов обсуждать эту тему. Почему? Что почему? Почему сейчас обсудить не хочешь? Тяжелая тема для завтрака. Я улыбнулся. Давай обсудим что-нибудь другое. В смысле, почему знакомых мало или в чем дело-то? Что обсуждать-то собрались? Например, тебя. Глаза так сразу больше стали. Ну, не могу я воспринимать спрай-теорики. Они не такие. Это не Лена на них абсолютно. Лена недоуменно посмотрела на меня. Меня? А что вам не обсуждать? А что, прямо-таки и нечего? В ответ она опять смутилась и спряталась за чашкой с кофе. Давно ли было так, что ты сам сидел по ту сторону баррикад и мысленно материл тех, кто не способен прочитать элементарный невербальный знак «Отвянь»? Есть такое. А теперь ты сам лезешь и навязываешься. Да что с тобой такое? Некоторые люди, знаете что? Они любят подавлять точно таких же людей, как они, чтобы немножко над ними возвыситься, да? Они понимают, что одинаковые недостатки, да? И давя на недостаток другого человека, ты сам как бы становишься выше. Мне такие люди, конечно, совершенно не нравятся. Но опять же, Семен не из таких, просто сейчас он как бы даже этого не понял, что я неловко, да? Да и ну по сути, ну даже не знаю, плохо это или неплохо, что он пытается с ней беседу завести. Но одно дело просто беседа, а тут он о ней начинает интересоваться. Не могу пока точно определиться, для меня это хорошо или плохо. Но чувствует себя, конечно, неуверенно. И что ты хочешь узнать? Наконец она поняла, что просто так я от нее не отстану. И решила, что проще нахалу дать, что он просит, чем объяснить, почему нет. Ох, прости, ты не обязана отвечать на такие вопросы. Тем более, что мы знаем друг друга всего ничего. Да нет, все... Она составила недоеденный завтрак на поднос и поднялась. Мне надо идти, увидимся. Да, неловко как-то получилось, да? Я после этого в старом сценарии даже уж запереживал, что мы с Леной не будем вместе сегодня ходить по лагерю, как вчера договаривались. Ну не то, чтобы договаривались, она просто должна была сказать свое решение. Но здесь, как и в оригинале, некоторые диалоги не совсем гладкие, да? Потому что первое, о чем стоило с ней поговорить, это спросить. Ну что, ты обдумала мое вчерашнее предложение? Ну, что-то вроде этого. Пока. Но у нас вот такой вот получился диалог. Но это не все, да, да. Я этому был очень рад. И вот это, наверное, будет первое что-то романтическое и по-настоящему новое. Это забавная музыкальная тема. Музыкальная тема, в котором чувствуется смущение, согласитесь, да? Как будто мы смотрим прямо сейчас на смущенную Лену. Лена нашла меня сама после завтрака. Привет. Улыбнулся я. Давно не виделись. Она ничего не ответила. И несколько секунд пристально вглядывалась мне в лицо. Почти как в славе вчера. И когда я уже начал нервничать, она вдруг каким-то очень взрослым голосом спросила. Ты вчера серьезно? Она недоговорила. Серьезно что? Приехал? Пригласил прогулять меня по лагерю? Ударился ногой? Терпеть не могу недосказанности. Но это же Лена. Ей можно. Она ждала ответа, краснее все больше. Сейчас лопнет. А я и сам чувствовал себя не легче. Не знаю, что на меня нашло. То ли пьяный ночной воздух, то ли хорошее настроение. Чтобы вот так запросто позвать девушку на импровизированное, но все же свидание. Лена стояла и ждала ответа. А у меня вдруг опять воздух в легких закончился. Просто весь ушел на то, чтобы остудить пылающие щеки. И сил даже кивнуть не хватало. Лена тихонько вздохнула и, развернувшись, почти ушла. Помолчали немножечко так. Ну, типа ладно. Когда мой столбняк наконец прекратился. А в оригинале, вы помните, что было в оригинале? Они вот так вот стояли друг перед другом молча, не в силах что-либо сказать. И просто разворачиваясь, уходили, попрощались и все, да? Но тут все-таки, ну не знаю. Тут меня от Семена не бомбит. Хотя кто-то, по-моему, писал в комментариях, что будут какие-то моменты, в которых меня может бомбить. Ну и кроме того, здесь гораздо больше шансов, что я выйду на рут одиночества. Потому что необходимые руты и концовки получать здесь гораздо сложнее, чем в оригинальном бесконечном лете. Тут гораздо более запутанные схемы и концовки руты требовательнее к решениям игрока. Да. Глядя ей в спину, тихо сказал я. Мне трудно общаться глаза в глаза, но я и правда хочу, чтобы ты составила мне компанию. Она замерла в дверях. Смотри, улыбнулась. Анимешное такое выражение лица. Увидимся на площади через 10 минут. Что-то мне это напоминает. Сказала она и ушла. Как я хочу, чтобы хотя бы в этот раз у меня первая концовка с Леной получилась. Просто с ней я самый сильный датфил испытываю среди всех. Вот просто вам говорю серьезно. Вот. С Алисой тоже все здорово. Да и с другими. Ну, с Ульянкой датфил не испытаешь, потому что она просто-таки Ульянка. Вот. Кто там еще? Славя. Ну, в принципе, может быть. Но там все-таки это немножечко другое. Но с Леной самые сильные эмоции я всегда испытывал. Ну, именно в таком вот чувственном плане. Так. Перед нами первое в этом прохождении карта. Где мы можем ходить. Здесь, кстати, поменяли цветовую гамму. Да? Ну, даже не гамму, а именно цвета выбора. Кроме того, расскажу вам интересную историю. Когда я играл в старую версию сценария. Видите? Вот 23. Это, кажется, наш домик. Кстати, почему-то здесь перерисовали. Здесь уже не видно, что здесь... Погоди. Или 17 наш домик. По-моему, даже 17. Вот. Надо было нам ходить туда-сюда. И тут один из выборов. Он никак не подсвечивался. То есть, вот мы, смотрите, путешествуем по карте. И подсвечиваются выборы. Вот общие кружки, да? То есть, куда мы можем пойти. А вот там, где 23 у нас, оно не подсвечивалось. И мне казалось, что я наткнулся на какое-то секретное место. А на самом деле у меня просто была старая версия модификации. Именно поэтому забыли прорисовать. Вот. Ну, такое дело. И здесь будет на самом деле, друзья, много всего интересного. Потому что, во-первых, здесь действительно много, куда можно сходить. Да? В отличие от оригинального момента, когда мы с обходным листом этим путешествуем. Отвали туда-сюда. Вот. Но здесь, во-первых, еще даже можно по два раза ходить в одно и то же место. Что тоже увеличивает разнообразие. А кроме того, теперь с нами Лена, друзья. Не правда ли круто? Ну, тяжело, наверное, назвать это свиданием. Но как-никак. Мы в уединении. Мы имеем возможность узнать друг друга получше. Лена нам все расскажет и покажет. А если бы мы решили пойти на пляж, то, наверное, бы этого всего не было. Я даже, честно сказать, и не знаю. Ну, давайте, чтобы наши серии были структурированы, а не прерывались. Да? Допустим, я сейчас хожу в одно место и буду заканчивать серию. Давайте на этом закончим. А всю следующую серию посвятим... Ну, не то, чтобы много так времени уйдет на этот обходной лист и прогулку по лагерю. Но достаточно, потому что я вам уже рассказывал, что в 7 дней лета мы, наконец, получили возможность по-настоящему записаться в кружки. Этим мы и будем заниматься. Поэтому, конечно, этот поход будет довольно длинным, но очень и очень интересным. Поэтому жду вас в следующей серии. Это у нас... Что, среда у нас завтра получится, да? Жду вас в среду, друзья. Нас ждет по-настоящему много всего интересного. Это правда так.